Здравствуйте! В эфире информационный дайджест, подготовленный при службе Министерства внутренних дел в студии Фируза Ачилова. В ближайшие несколько минут мы ознакомим вас подробностями наиболее значимых событий и новостей, произошедших в системе органов внутренних дел за прошедшую неделю. Неустанное служение ради мира в стране и благополучия народа – это великая честь и большая ответственность. На днях было широко отмечено 33-летие со дня образования органов внутренних дел нашей страны. На торжественном мероприятии, организованном в связи с праздником, было зачитано праздничное поздравление главы государства с сотрудником органов внутренних дел. Подробности в нашем первом сюжете. С первых дней независимости сотрудники органов внутренних дел, чьи задачи связаны с защитой мирной жизни страны, обеспечением прав и свобод наших соотечественников. Вот уже 33 года эффективно осуществляет свой долг. Торжественная церемония, организованная по случаю 25 октября, дня сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан, собрала во Дворце культуры Министерство внутренних дел представителей, отрасли ветеранов и ряда организаций. В начале мероприятия прозвучал государственный гимн страны. Затем сотрудникам органов внутренних дел и гостям были зачитаны приветствия главы нашего государства. Поздравления были по достоинству отмечены нелегкие, но в то же время почетные заслуги рядовых сержантов, офицеров и генералов, а также уважаемых ветеранов, которые вносят свой вклад в дело обеспечения мира и спокойствия в стране, защиту прав и свобод граждан. Согласно соответствующим указам президента, за многолетнюю эффективную деятельность в органах внутренних дел нашей страны достойна служба по обеспечению мира и общественной безопасности нашей страны. Группа сотрудников отмечена высшими государственными наградами. Среди них члены семей сотрудников, героически погибших при исполнении своих служебных обязанностей, ветераны органов внутренних дел, а также сотрудники, эффективно служащие во имя развития нового Узбекистана, и это вызвало особую гордость каждого представителя отрасли. Награды вручал министр внутренних дел генерал-лейтенант Улад Бабаджонов. Группе сотрудников были вручены ведомственные нагрудные знаки министерства, ценные подарки и денежные премии. После этого доведены до сотрудников органов внутренних дел праздничные послания высокопоставленных гостей, посетивших мероприятия, должностных лиц государственных органов и ведомств, правоохранительных органов, представителей ряда организаций. Отмечая реформы, проводимые все семьи по инициативе президента в деле обеспечения современными техническими средствами, улучшения условий службы, надежной социальной защиты сотрудников и членов их семей, высоко оценена служба патриотически настроенных сотрудников, обладающих высокими знаниями и профессиональными навыками, которые служат интересам народа на пути обеспечения мира и спокойствия. Мероприятия, организованные по случаю праздника, продолжаются в областных городских районах, подразделениях и отраслевых службах Министерства внутренних дел. Накануне праздника сотрудниками Управления внутренних дел Хорезомской области в общеобразовательной школе номер 30 города Ургенч была проведена встреча, направленная на военно-патриотическое воспитание учащихся. В ходе мероприятия были организованы различные конкурсы, победители которых были поощрены. Во взаимодействии с Управлением внутренних дел Хорезомской области и областным управлением дошкольного и школьного образования разработана программа мероприятий, направленная на повышение правосознания и правовой культуры учащихся общеобразовательных школ, прикрепленных к органам внутренних дел Хорезомской области. Воспитание их в духе закона послушая и национального патриотизма, ранее предупреждение совершения ими правонарушений, а также эффективную организацию работы школ в течение 2024-2025 учебного года по повышению охвата высшим образованием и уровня занятости в школах. В рамках данной программы была проведена встреча с учащимися среднеобщеобразовательной школы номер 30 города Ургенча, взятых под опеку. Основной целью встречи является повышение правосознания и правовой культуры учащейся молодежи, воспитание ее в духе патриотизма, формирование правового иммунитета, воспитание в них людей с активной гражданской позицией и бескомпромиссным отношением к любым правонарушениям, высокого морального духа, преданного служению Родине и народу. В ходе встречи были организованы соревнования по шахматам среди учащейся молодежи и мероприятия «Три поколения». В завершение активная молодежь, подающие пример своим сверстникам и победители шахматных соревнований были награждены сборником книг и памятными подарками. День сотрудников органов внутренних дел торжественно отмечался в каждом региональном управлении министерства в приподнятом настроении. По случаю праздника ряду сотрудников были вручены различные награды. В Новоинской области группе ветеранов, служившей в следственном секторе, было передано праздничное поздравление министра внутренних дел. По случаю 25 октября дня сотрудников органов внутренних дел сотрудники следственного управления при управлении внутренних дел Новоинской области поздравили заслуженных наставников, которые долго и плодотворно трудились в системе, а сейчас находятся на заслуженной пенсии. Среди ветеранов, внесших значительный вклад в развитие следственного звена и до сих пор не устану трудящихся во имя спокойствия народа, работники юстиции и банков, юристы, а также те, кто изучает обращение в народной приемной. Вручение им специального поздравления от министра внутренних дел также подняло настроение членам их семей. В свою очередь ветераны в отставке также рассказали молодым сотрудникам о своих годах службы, подчеркнув, что они должны быть преданы своему делу, честны в своем служении родине и народу и беспристрастно подходить к каждому делу. Также ветераны поблагодарили всех пришедших за оказанное внимание. На основании соответствующих решений главы государства и министра внутренних дел в текущем году во всех территориальных подразделениях органов внутренних дел проведены игры профессиональной олимпиады. Республиканский этап соревнований состоялся на днях в столице. Победители были награждены министром внутренних дел на торжественном мероприятии, организованном по случаю праздника. В цели к превращению органов внутренних дел в народно-профессиональную структуру и ориентации на более тесное сотрудничество с населением. В текущем году в городе Ташкенте среди сотрудников структурных и территориальных подразделений Министерства внутренних дел были проведены игры профессиональной олимпиады по направлениям лучший рядовой сотрудник, лучший сержант, лучший младший офицер и лучший старший офицер. Первый этап конкурса был проведен на районно-городском уровне в апреле, а второй на областном уровне в мае, в результате чего 146 сотрудников, из них 85 мужчин и 61 женщина из числа рядовых сержантов и офицеров прошли тестовые испытания и показали свои навыки по физической и боевой подготовке на республиканском этапе. Мужчины и женщины выполняли такие упражнения по физической подготовке, как бег на разной дистанции и подтягивания на перекладине, а по направлению боевой подготовки они выполняли упражнения по неполной разборке и сборке огнестрельного оружия, а также по прицеливанию. Сотрудники, проявившие внимательность и ловкость, получили высокие оценки. С помощью тестирования были проверены практические и теоретические знания сотрудников и сотрудниц. Затем беспристрастно и прозрачно были определены победители конкурса. Церемония награждения состоялась на торжественном мероприятии, организованном по случаю 25 октября дня сотрудников органов внутренних дел. По направлению лучший младший офицер, сотрудник Управления внутренних дел Хорезомской области, лейтенант Ихтьюр Отаджонов, а также сотрудница Управления внутренних дел Хорезомской области, старший лейтенант Сабахат Султанова. И по направлению лучший старший офицер, сотрудник Академии Министерства внутренних дел, подполковник Сергей Петрианин, а также сотрудница Управления внутренних дел Самаркандской области, подполковник Мохина Юнусова. Руководством Министерства победителям были вручены нагрудные знаки, киасп алло-часы и денежные премии. Субтитры создавал DimaTorzok